МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЛИТИКА ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ В эфире недели на пике. Я Диана Тусунян. В течение часа мы будем говорить о главных событиях последних 7 дней. О проблемах в большой политике и в путях их решения. А вначале говорят другие. Мы создали прецедент мирной передачи власти. Проблема фундаментальна. Это независимость Грузии. Переговоров по судьбе Абхазии, Южной Осетии мы с Грузией вести, как, собственно, ни с кем другим не будем. Добавиться от того, чтобы Грузия признала независимость республики Южной Осетии. Военное вмешательство страны России исключено. Свершилось. Встреча с Акашвили и Ванишвили состоялась. Сам факт уже достижение. О чем говорили, сложно сказать. Скорее всего, обо всем. Определенно, что разговор был не из простых. Когда вышли к журналистам, напряжение чувствовалось. Президент Грузии и кандидат премьер-министры шли рядом. И порознь. Иванишвили пытался отстраниться. Зато говорили практически в унисон. Да, разногласия есть. Да, проблем множество. Но курс страны определен. Это евроинтеграция. Наша сегодняшняя встреча – продолжение той здоровой политики, которую мы привнесли в грузинскую политическую жизнь. Мы создали прецедент мирной передачи власти. Достойно отвечали на все недостойные шаги наших оппонентов. Сегодня мы говорили о будущем страны. Наши взгляды совпадают по стратегическим вопросам внешней политики. Евроатлантическая интеграция – продолжение политики предыдущих властей. Мы будем стремиться в европейское пространство и добьемся того, что Грузия в ближайшее время станет членом НАТО. Хорошо, что мы смогли встретиться. Мы будем всегда общаться с нашими оппонентами. Это исторический процесс. Впервые в этом регионе происходит мирная передача большей части функций исполнительной власти. Грузинский народ сделал свой выбор, и мы уважаем это решение. Народ – высшее действующее лицо в этой стране. Он определяет политические процессы. И для кого не секрет, что между нами остаются фундаментальные разногласия по очень важным вопросам. Но мы, как ответственная власть, и я, как президент, который является гарантом Конституции, обеспечим мирную передачу власти. Без эксцессов. Так как это никогда не происходило в истории Грузии. С учетом интересов населения и с учетом демократических интересов. Мы должны сохранить демократию и добиться того, чтобы свободные выборы проходили в Грузии и в будущем. Чтобы демократия в Грузии усилилась и развивалась, и чтобы у грузинского народа появились лучшие перспективы. Я, как президент, сделаю все, чтобы интересы грузинского народа были защищены. Грузинский народ все оценит, и для этого нужно время. Уверен, что у Грузии будет великое будущее, и мы намерены быть частью этого будущего, как граждане и как политики. Что ж, проигравшее единое национальное движение – это, естественно, часть политики. Причем не только в будущем. Михаил Саакашвили все еще президент Грузии. Генсекната Андерсфог Расмусен позвонил в пятницу главе государства и лидеру, победившей на выборах коалиции Бедзина и Ванишвили. Поздравил с успешным прохождением теста на демократию. «Поздравляю новое руководство в Грузии и грузинский народ с проведением свободных, состязательных и мирных парламентских выборов», – написал Расмусен в своем блоге. «Только что позвонил президенту Михаилу Саакашвили и Бедзине и Ванишвили и поздравил обоих лидеров», – сообщил Генсекната. Он подчеркнул, что Альянс готов и дальше оказывать Грузии помощь в реформировании сферы обороны и безопасности. «Рассчитываю на развитие и дальнейшее укрепление отношений». О состоявшемся телефонном разговоре между Расмусеном и Саакашвили подробно рассказал президент Грузии. Его пригласили выступить с главным докладом на 58-й сессии парламентской ассамблеи НАТО в ноябре в Праге. Пригласил сам Генсек Альянса. «Думаю, сейчас, после выборов, которые все признали примером демократии, ни у кого, в том числе у коалиции, не останется иллюзий, что проблемы в отношениях с нашим захватчиком связаны с каким-либо политическим лидером или конкретной персоной. Проблема фундаментальна – это независимость Грузии. И для ее защиты Грузии как никогда необходимо усилить евроатлантический курс. Для будущего нашей страны, кто бы ни был у власти, альтернативы этому курсу нет. Итак, альтернатива. А Россия как об альтернативе в грузинской мечте не говорят. Говорят о том, что нужны переговоры для нормализации отношений. Сегодня единственный формат, где стороны разговаривают, это женевские дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. На этой неделе состоялся очередной раунд. Ничего особенного не произошло. Правда, в Женеву отправились представители грузинской мечты. Это во-первых. И во-вторых, очень любопытный факт. Вроде началась работа по соглашению о неприменении силы. Или же соглашению о ненападемии. Рабочего названия у документа пока нет. Нет и основных тезисов. Стороны договорились о том, что применять силу не стоит. Но чьи подписи будут стоять под этим соглашением, договориться представители Тбилиси, Москвы и де-факто властей Сухумиц-Хейнвали так и не смогли. По возвращении Женевы замглавы МИД Грузии Сергий Капанадзе подчеркнул, что это должно быть международное обязательство, согласно которому Россия официально откажется от возможной новой агрессии против Грузии. В то же время замглавы российского МИД заявил, что Москва рассчитывает на подписание трехстороннего соглашения между Тбилиси и Сухумиц-Хейнвали. Григорий Карасин уверен, грузинская страна созреет для данного решения к декабрю, когда состоится очередной раунд женевских дискуссий. В декабре в Грузии будет работать уже новое правительство. Коалиция грузинской мечтачьи, представители не раз заявляли, Сухумиц-Хейнвали нужно признать сторонами конфликта. Только так можно будет добиться успехов в переговорах с де-факто властями оккупированных регионов, убеждены в грузинской мечте. Мы поговорим о позиции коалиции с Георгием Вольским. Он как раз и был вместе с кандидатом на пост госминистра по реинтеграции Патой Закариешвили в Женеве. Но пока давайте посмотрим сюжет Марты Ардашели о тех планах по урегулированию конфликтов, которые были разработаны в Грузии и для Грузии. Перейти через реку Ингурия и попасть в родной дом мечтает каждый девятый житель Грузии. Всего, по официальным данным, в стране насчитывается до полумиллиона вынужденных переселенцев из двух регионов – Абхазии и Южной Осетии. Этот мост с начала вооруженного противостояния начала 90-х перестал выполнять свою функцию. Он разъединил два берега. Более 20 лет вопрос территориальной целостности Грузии остается предметом политического торга. Решить эту проблему в очередной раз попытались в рамках женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Представители Тбилиси, Москвы, ООН, ОБСЕ и Евросоюза, а также Сухуми и Схинвали в качестве экспертов. Однако этот формат, как и все предыдущие, пока малоэффективен. Женевским дискуссиям предшествовали и другие попытки вернуть под юрисдикцию официального Тбилиси два мятежных региона. 11 лет назад, в декабре 2001 года, Дитер Боден в ранге спецпредставителя ООН выступил с революционной на тот момент инициативой. Официальное название документа уже мало кто помнит. И политики, и эксперты называют его просто «планом Бодена». Дитер Боден, немецкий дипломат, в разные годы работал в Центральном аппарате МИД ФРГ, а также в Генеральном консульстве ФРГ в Санкт-Петербурге. В 1989-1992 годах был заместителем руководителя делегации ФРГ на переговорах по сокращению обычных вооружений в Европе. В 1995-1996 годах руководил миссией ОБСЕ в Грузии. В 1999-2002 годах был специальным представителем генерального секретаря ООН в Грузии. План Бодена определял новое государственное устройство Грузии. Абхазия значилась суверенным образованием внутри федеративного государства. Аналогичный документ, который принято называть Баденским соглашением, был разработан в отношении Южной Осетии. Он предполагал возвращение этого региона в состав Грузии на условиях широкой автономии. План Бодена – единственный международно признанный документ. Был поддержан Грузией, Россией, членами группы друзей Генсек ООН. Являлся основой для урегулирования грузино-абхазского конфликта во всех резолюциях Совета безопасности ООН с 2002 по 2005 годы. В 2002-м отвергнут де-факто абхазскими властями. В 2006-м от него отказалась Россия, заявив, что план Бодена больше не может служить основой для определения статуса Абхазии. Стоит отметить, оба документа – Баденский и план Бодена – отвергнуты де-факто юго-осетинскими и де-факто абхазскими властями до прихода к власти в Грузии президента Михаила Саакашвили, правительство которого принято обвинять в эскалации отношений с Ухоми и Схинвали. Еще одна попытка решить территориальный спор – план Штайнмайера. Он был подготовлен группой экспертов ООН по грузино-абхазскому конфликту. Назван по имени одного из авторов инициативы – министр иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Франк Вальтер Штайнмайер. Немецкий политик, вице-канцлер Германии 2007-2009 годы. Министр иностранных дел Германии 2005-2009 годы. Член Социал-демократической партии Германии с 1975 года. В 2008 году предложил трехэтапный план урегулирования абхазской проблемы. После Российско-Грузинской войны 2008-го поддержал французскую инициативу мирного плана и неоднократно заявлял, что Россия не выполняет договоренности о выводе войск с грузинской территории. План предусматривал три этапа. За первые 12 месяцев предполагалось разработать, обсудить и заключить соглашение между сторонами о готовности исключительно нервным путем решать все спорные вопросы. На этой стадии в Абхазию должны были вернуться 250 тысяч беженцев. На втором этапе стороны при активной помощи стран-доноров должны были восстановить разрушенный регион. Финальный этап предусматривал обсуждение политического статуса Абхазии в пределах Республики Грузия. За две недели до Российско-Грузинской войны 2008-го года Штайнмайер провел блиц-визиты в Тпилиси, Сухуми и Москву. Казалось, что немецкому плану будет дан ход. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его концептуально правильным. В Берлине на середину августа срочно готовилась встреча представителей группы друзей. Причем с участием грузинской и абхазской сторон. Хотя оговорить их немецким дипломатам удалось с большим трудом. Но до этого дело не дошло. 8 августа началась Российско-Грузинская война, в результате которой Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Позже экс-президент Медведев признается, что вооруженное противостояние на Южном Кавказе было единственным способом остановить расширение НАТО на восток. Марта Ардашеля специально для недели на пике. Вот такая ситуация. Ну а в гостях недели на пике Георгий Войский, представитель грузинской мечты. Добрый вечер, Батангея. Спасибо, что пришли к нам в студию. И первый вопрос у меня такой. Ваши впечатления от переговоров в Женеве? Ну, впечатления самые разные. Мне кажется, все-таки, что можно было достичь хоть какого-либо уровня взаимопонимания и хотя бы создать некоторые предусловия для договоров по поводу гуманитарных вопросов, по вопросам беженцев, по тем вопросам, которые создают предпосылки для создания атмосферы доверия. По вопросам безопасности. Ничего этого практически нет. И нужно поблагодарить, наверное, нам еще раз, международные организации, сопредседатели, делегацию США, Соединенных Штатов Америки, которые так или иначе создают атмосферу переговоров и держат вот этот довольно хрупкий такой формат женевских переговоров в рабочем состоянии. Ну, у них цель обычно такая, они всегда об этом говорят. Я имею в виду модераторов не США. То, что вот сели за стол переговоров, это замечательно. И вот очень хорошо, что назначили следующую встречу. То есть они считают, что просто необходимо, чтобы стороны конфликта сидели за столом переговоров. Наверное, это так. Так должно быть, потому что это единственный формат, который мы имеем на сегодняшний день. Активных переговоров. Да, были там переговоры по ВТО, но это было временное такое решение и довольно-таки успешное. А вот этот процесс, он затягивается. Говорят, что это тупиковая ситуация. Но, наверное, его надо продолжить. Как вы считаете? Ну, знаете, критиковать бывшее уже правительство все время, естественно, приходится. Иногда хочется обойти этот вопрос и все время говорить о будущем. Но предпосылки к этому, что результатов никаких нет, естественно, относятся к тем тяжелым стратегическим ошибкам, которые были раньше допущены. Я считаю, что многое чего и в международных отношениях, та и внутренней политики делалось ради пропаганды определенной политической силы. И вот эта пропаганда все время красной линией преследовала и международную политику правительства. Думаю, что для поддержания мира на северном, вообще в Камкасском регионе необходимо, чтобы все стороны были вовлечены в процесс переговоров. Естественно, наше бывшее правительство пошло по тому пути, чтобы хотя бы на этом этапе согласиться с международным сообществом и сидеть за столом переговоров. Во-первых, это предусмотрено планом перемирия от 12 августа 2008 года, там шестой пункт, где идет речь о необходимости начала переговорного процесса. Не нами это сделано. Если бы не Евросоюз, дела бы обстояли гораздо позже. Тот же самый Евросоюз в лице Сарказии 8 сентября 2008 года предложил продолжение этого плана. И вот если бы как раз первоначальная редакция была бы в силе, то скорее всего и деоккупация тоже произошла бы раньше, чем могло это произойти. Но 8 числа было продолжение, и там поэтапный вывод войск. И уже исходя из того, что Российская Федерация признала Абхазию и Южную Осетию. Действительно, ни одна из международных организаций не признали Абхазию и Южную Осетию. Это факт. Но в то же самое время ничего сделать с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым не смогли. И никак повлиять на то, чтобы не признала Россия или хотя бы отозвала это признание, не смогли сделать ничего. И вот сегодня давайте послушаем Лаврова и господина Давида Санакоева. Очень интересные комментарии были сделаны, а потом продолжим. Давайте. Переговоров о судьбе Абхазии и Южной Осетии мы с Грузией вести, как собственно и ни с кем другим, не будем. Потому что судьба этих республик была решена их народами, которые высказались за независимость. И Россия определила свою позицию, эту независимость признав. Мы будем или не будем сотрудничать с новыми властями Грузии. Все это зависит от того, каким образом они будут выстраивать свою политику. Мы будем, прежде всего, добиваться того, чтобы Грузия признала независимость республики Южной Осетии. И мы будем выстраивать с этой страной добрососедские отношения. Вот такие комментарии. Если бы вы меня спросили заранее, как собираются Лавров и Санакоев сделать заявление по такому-то вопросу. Как вы думаете, если бы вы меня спросили, что они скажут? Естественно, я мог слово-слово повторить то, что было бы потом сказано. Во-первых, мы уходим от главного вопроса. Естественно, я повторяю и подчеркиваю, что не только эту войну можно было предотвратить и не иметь такую войну с такими тяжелыми последствиями. Но можно было, и они развивались, развить переговоры в довольно-таки выгодном для всех русле. Во-первых, интернационализация этого процесса происходила, и она стала очевидной и безвозвратной. Это вы имеете в виду СКК? Это я имею в виду с 2004 по середине 2006 года. Я работал тогда заместителем госминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Я думаю, что все, что мы сейчас имеем, довольно тупиковая ситуация, в принципе, в Женеве. Вот эти заявления радикальные, отличающиеся от реального желания общества, грузинского общества, осетинского, абхазского общества. Вот то, значит, напряжение, уровень напряжения, который, значит, Россия обеспечивает, и довольно-таки не от того, что она вот такая плохая, а вот это его стратегическое вот такое решение. Так что отнестись к этому вопросу прагматически нужно. Во-вторых, значит, воспользоваться теми преимуществами, которые имеются все-таки у нового правительства, потому что она так и иначе не нагружена теми ошибками, еще раз повторяю, тяжелейшими ошибками, которые совершало предыдущее правительство, идти вперед. Ну, естественно, возникает вопрос, как можно в этих условиях добиваться прогресса. Как в этих условиях сесть за стол переговоров с абхазами и осетинами, чтобы не помешала Москва? Вот этот главный вопрос, который возникает. Это вообще-то да, вопрос правильно ставится, потому что людей, ваших слушателей, наших слушателей, моих соседей, вообще общество это интересует. Но я вам скажу, что дипломатические технологии, отношения к этим вопросам мирового сообщества, международных организаций. Так что разговаривать с абхазами и с осетинами так или иначе придется. Не придется, это хорошо. А вы думаете, что они против этого разговора? Не, я не думаю, что они против. Кремль может быть против. Они не против. И Кремль не против. Кремль не может быть против. Так и иначе Россия не может все время ходить, значит, сталкиваться с лбами твердой позиции международного сообщества. Просто я вам четко сейчас могу сказать одно. Это не вина дипломатов, и тем более не вина военных, что война проиграна и на дипломатической арене, и на поле боя. Это абсолютно не вина тех людей, которые довольно профессионально работают. Нет никакой стратегии. Естественно, у Москвы своя огромная доля в том, что в Грузии происходит в этом плане. Но, естественно, еще раз возвращаясь к вопросам, Саакашвили все время старается как бы перенести все это, все, что он не смог сделать, не смог достичь, или смог сделать, но это вынялось, вопреки интересам грузинского общества, перенести на российскую сторону. Хорошо, у меня прямой вопрос. И требую буквально однозначного ответа. Будет ли признание Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии? Категорически нет. Категорически нет, но главный вопрос состоит на данном этапе. Я думаю, извиняюсь, что поправляю, не в этом, а в том, что как бы в течение будущих нескольких лет сделать так, чтобы наши, и мы, и наши следующие поколения не смотрели на друг друга через прицелы и оружие. Вот в этом состоит главный вопрос. А что признания не будет, или политический статус не изменится, естественно, это невозможно. Не только потому, что я этого не хочу, или Педжина Ивановичвили, или коалиция этого не хочет. Система вся, как конъюнктура, геополитическая конъюнктура, которая создавалась и строилась за последние годы, не предполагает этого. Это не в интересах международного сообщества. Более того, это не в интересах России. Если вот гипотетически даже представить, что это возможно, в этой ситуации Россия должна вывести свои войска и сделать так, чтобы позволить беженцам возвратиться. Это Россия. Категорически невыгодно. И для этого они, так сказать, вот употребляя старое русское... Ну, был вариант такой, что Грузия... Давайте мне докончить, пожалуйста. Секунду, я ремарку и продолжите. Был такой вариант, что Грузия может признать Абхазию и Южную Осетию, и затем устроит такое конфедеративное устройство государства. Да, знаете, дело в том, что вот такое развитие, оно хрупкое. Она не может... Во-первых, давайте четко скажем. Сейчас, да, ну, в России есть, может быть, какие-то гуманитарные свои отношения к населению и обществу Абхазии и Южной Осетии. Я не хочу резкие слова употреблять, так как мне все-таки сидеть за столом переговоров. Так что думаю, что России сейчас главный вопрос, стратегический вопрос, занять стратегические позиции на Южном Кавказе. Что будет с Абхазом, с Осетином или даже с Грузином, это его далеко не касается. Стратегически, вот если просто ознакомиться с стратегией, концепцией национальной безопасности России, там все расписано. Что России нужно на Кавказе, что России нужно на регионе, как он сопоставляет, противопоставляет свои интересы западным интересам США. Вот это главный для них вопрос. Они в открытую говорят, что это сфера интереса России, Кавказа. Россию, которая уступает своей военной базе, значит, как бы за независимость Абхазии. Это же невозможно. В регионе не может быть все время такого уровня напряжения, значит, культивироваться такой уровень напряжения, который в любой момент может привести, может взорваться. Это не в чьих интересах. Да и Грузия, к сожалению, не имеет тех механизмов, чтобы влиять на мировую политику. Все-таки главная региональная безопасность, в которой, значит, соинтересованы все игроки на мировой политической авансцены. И для нас в не меньшей степени значимым вопросом является безопасность наших обществ, и нашего будущего поколения, и наших детей. Мы как бы забываем иногда о том, что нашим детям нельзя оставлять те проблемы, которые создавались до тех пор. Это главный вопрос. Что ж, огромное спасибо. Понятно, что в рамках этой программы невозможно детально рассмотреть всю эту вашу стратегию, которая действительно интересна. И, правда, очень хочется узнать детали, но мы еще не раз встретимся, надеюсь. Я надеюсь. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Ну что ж, это было мнение Геевольского. А мы продолжим через несколько минут. Не переключайте. Неделя на пике вновь в эфире. Итак, продолжаем разговор о Грузии, России и Западе. Соединенные Штаты считают, что Россия и Грузия могли бы развивать отношения в таких областях, как экономика и торговля, несмотря на острые политические противоречия по поводу Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение высказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Томас Мелия после своего выступления в Атлантическом совете США. Он принял участие в дискуссии с экспертами и журналистами, посвященной итогам парламентских выборов Грузии. Цитата. «Мы всегда говорили, что хотим, чтобы Грузия, как и другие независимые государства в регионе, поддерживали хорошие конструктивные отношения с Россией. Мы и дальше будем призывать двигаться в этом направлении», сказал Мелия. Он отметил, что ранее в этом году Грузия сотрудничала при вступлении России в ВТО. Это может свидетельствовать о том, что существует основа для взаимопонимания по вопросам торговли и некоторым другим проблемам, представляющим обоюдный интерес, считает заместитель помощника госсекретаря. «И мы надеемся, что Грузия и Россия найдут пути для движения вперед в двусторонних отношениях», добавил американский дипломат. Естественно, при этом подчеркивается, существует проблема Абхазии и Южной Осетии, которая препятствует развитию отношений между Грузией и Россией. И США призывают к возвращению этих территорий под грузинскую юрисдикцию. Не знаю, насколько зависит грузинская экономика от российского рынка. Слишком много разных мнений на этот счет. Говорили мы об этом не раз. Кто-то считает, что российский рынок необходим, кто-то, что не нужен, потому что нестабилен и является инструментом политических манипуляций Кремля. Но сегодня в Грузии много обещаний, мало денег и неутвержденный бюджет на 2013 год. Андрей Джуфулакян попытался разобраться, как собирается страна жить в реальном будущем. Грузия в ожидании нового правительства. Основной костяк будущего Кабмина Иванишвили уже известен. Но по шести ведомствам кандидаты пока не названы. Седьмое министерство по трудоустройству в главе нуждаться не будет. Его упразнят. Портфели не распределены в экономическом блоке. Реальный кандидат на пост министра финансов Коба Гвенетадзе, представитель Международного валютного фонда в Кыргызстане. По остальным ведомствам, названные в СМИ кандидатуры, подтверждения не нашли. Так не станет ни министром, ни вице-премьером Тина Канделаки. Российская телеведущая анонсировала возвращение на родину в Твиттере. По делам. Каким не сообщила. Консультации в бизнес-центре Бедины Иванишвили проходили в течение всей недели. Но выявить лучших из лучших представителей коалиции во главе с будущим премьером-миллиардером, видимо, не смогли. В понедельник мы не сможем назвать всех министров, хотя несколько кандидатов, наверное, объявим. Процесс укомплектования нового кабинета министров мы завершим до конца будущей недели. Правительство ушло в отставку и лишь исполняет обязанности до формирования нового Кабмина. А вот руководители нескольких ведомств уходить не собираются. В грузинской мечте назвали своих, желанных кандидатов на должности главы службы аудита и президента Нацбанка страны. Чтобы будущий парламент утвердил новых руководителей этих двух ведомств, необходимо сместить с постов действующих. Но Дарджи Вахишвили уверен, основания в случае с главой Центробанка есть. Финансист, а ныне глава банка «Карту», основанного Бединой Иванишвили, в 90-х в течение пяти лет был президентом Нацбанка. Сейчас намерен вернуться. В целом, банковский сектор Грузии должен измениться. Нацбанк не исполняет функции Центробанка. Необходимо внести немало законодательных изменений. Ведомство стало структурным подразделением прокуратуры. Подробную информацию, которая подтверждает это, с указанием всех фамилий, я вскоре опубликую. Новый парламент Грузии должен собраться до 20 октября, чтобы утвердить правительство и начать работу по бюджету страны на будущий год. Наброски у нового большинства команды Иванишвили уже есть. Главный финансовый документ страны будет составлен с учетом приоритетов. Правда, предвыборные обещания грузинской мечты во многом были схожи с программой бывшей правящей партии национального движения Михаила Саакашвили. Так или иначе, но в коалиции обещают, бюджет будет принят до нового 2013 года. Так предусмотрено Конституцией. Согласно все той же Конституции, законодательный орган переезжает в Кутаиси. Но здание парламента во втором по величине городе страны, на которое по официальным данным потрачено более 80 миллионов долларов, пока не готово для полноценной работы законодателей. Кроме того, во время дождя крыша парламента протекает. Полностью готов лишь зал заседаний, где 26 мая текущего года, в день независимости страны, парламентарии уже собирались символически. Кстати, зал заседаний уже бывшего парламента в Тбилиси сейчас выглядит так. Хотя еще несколько месяцев назад здесь вела активную работу законодательная ветвь грузинской власти. Андрей Джуфолокян специально для «Недели на пике». Посмотрим, что будет с Грузией, удастся ли избежать кризиса. А вот кризис в Европе набирает обороты. МВФ требует скорейшего принятия мер по восстановлению доверия инвесторов и укреплению еврозоны. В частности, создание единого Европейского банковского союза на наднациональном уровне. Депутаты Европарламента призывают европейцам к федерализму. Между тем, обозреватели выясняют, кому выгодна концепция долговой Европы. Европейцы, нужно сделать еще одно усилие, если вы хотите сохранить свою валюту. Таков призыв содержится в докладе Международного валютного фонда, который был представлен в среду в Токио. Эксперты посчитали, что с декабря 2009 года сумма потраченных средств на спасение отстающих стран, а именно Греция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания, превысила более триллиона евро. Утечка капитала с периферии Евросоюза и сопутствующая раздробленность рынка подрывают основы Европейского Союза, считают эксперты МВФ. Ведь во время кризиса происходил отток денежных средств из периферийных стран страны-доноры. Более того, из-за царившей неуверенности многие вкладчики вообще вывели свои средства из еврозоны, чтобы инвестировать более надежные экономики, такие как, например, Швейцария, США или Япония. Из-за такого развития событий существенно возросло количество рисков для мировой финансовой стабильности. И на этом фоне Евросоюз становится обладателем Нобелевской премии мира. Сарго Кения о сложностях выбора. Они в объединении европейском, объединены кризисом финансовым. Денег нет, но зато перепало лауреатство Нобелевское. В Италии считают, сыты премиями не будут, а потому протестуют у здания представительства Европарламента. Я считаю, что Евросоюз не заслуживает Нобелевской премии, как и президент Барак Обама, которому она была вручена ранее. Кстати, в 2001 году премию мира получила ООН вместе с Кофи Анноном. В 2005 – МАГАТЭ и руководитель агентства по атомной энергии Мухаммед Аль-Барадеи. Кроме того, лауреатом был Международный комитет Красного Креста, но с Евросоюзом Нобелевцы переборщили. Девальвация премии мира. Такую жесткую оценку дают в Москве чиновники. А правозащитники и вовсе разводят руками. Людмила Алексеева и Светлана Ганушкина выбор Норвежского Нобелевского комитета назвали спорным. Кто именно получает премию, не совсем ясно. Если речь идет о вкладе в дело защиты прав человека, то скорее такую награду заслужил Европейский суд по все тем же правам человека. Сейчас Евросоюз, конечно, очень уважаемая и нужны и полезные организации, но не очень понятно, как можно дать премию такой организации, как Евросоюз. Мне это непонятно. Я считаю, что это все-таки премия, которая должна отдаваться не за государственное свершение. Европейский Союз – это такая огромная государственная структура, что непонятно… Причем бюрократическая структура. Да, как это может быть персонифицировано. Но вот я еще раз хочу сказать, что я очень хотела бы, чтобы это послужило стимулом для Евросоюза и для тех чиновников, которые там работают. Стимул нужен. Проблем много, но на церемонии вручения премии о проблемах не говорили. Вспоминали о заслугах. ЕС исполнилось 62 года. Организация была создана в 1950-м. Объединились тогда Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Цель создания Евросоюза была мирная – предотвратить войну между Францией и ФРГ. «Премия присуждается за работу по объединению Европы и превращению ее из континента войны в континент мира. ЕС стал братством народов. Пример Франции и Германии продемонстрировал, как взаимное доверие помогает историческим врагам стать близкими партнерами». «Дамы и господа, когда я проснулся сегодня утром, я и представить себе не мог, что принесет этот день. Блок работает на благо своих граждан, а также на благо всего мира. Благодаря своей силе Европейский Союз, начав с шести стран, смог присоединить к себе почти все страны континента. Наши главные ценности – свобода, демократия, верховенство закона и уважение прав человека». Объединение 27 европейских государств неоднократно номинировалось на Нобелевскую премию мира, однако комитет предпочитал премировать конкретных людей. В этом году претендентами оказались более 200 кандидатов, в их числе основатель сайта Викиликс Джулиан Асанж, американский военнослужащий и основной поставщик секретных документов для скандально известного сайта Брэдли Мэннинг, экс-президент США Билл Клинтон, бывший канцлер Германии Гельмут Коль и даже осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Выбрали, похоже, самый нейтральный вариант. «Мы рассчитываем, что это послужит вдохновляющим фактором для великого проекта, которым на европейском континенте является Евросоюз. Эта премия для нас – стимул активизировать усилия по мирному развитию во всём мире». «Мир во всём мире пока не достигнут. В Грузии помнят миротворческие достижения ЕС в 2008 году. Тогда председательствовала Франция. Тогда ещё президент Николя Саркази добился подписания плана перемирия. Но Евросоюз так и не смог дождаться от Москвы выполнения соглашения. Миролюбивые европейцы предпочли разрыву отношений, диалог с Кремлём и партнёрские отношения с Россией. Зимой остаться без газа не входило в планы и без того страдающих кризисом стран». «Мы очень горды тем, что усилия ЕС по сохранению мира в Европе получили такое вознаграждение. Это признание работы наших предшественников и наших граждан в течение последних десятилетий». За всё это награда – 1 миллион 200 тысяч долларов. Церемония вручения пройдёт в Осло 10 декабря, в день кончины Альфреда Нобеля, основателя пяти нобелевских премий, четыре из которых вручаются в Стокгольме. Куда пойдут деньги, в ЕС не говорят. Ясно одно – залатать европейские финансовые дыры с помощью мирного Нобеля не удастся. Серго Кения, Лана Варсимашвили – специально для «Недели на пике». Мы прервёмся на несколько минут и продолжим разговор о Сирии, Турции и России. Дождитесь! Вы смотрите программу «Недель на пике». Мы тут много говорили о роли России, роли вообще и роли в жизни каждого гражданина Грузии. Но не только постсоветское пространство, сфера интересов Москвы. Сирия. Все думали, что вот-вот Иран взорвётся и начнётся таки третья мировая. Но посмотрите, что происходит на турецко-сирийской границе. Висит всё на волоске. Турция рвёт и мечет. А тут ещё Россия. Самолёт, который перевозил в Сирию не совсем, скажем так, гражданские грузы. Самолёт турецкие истребители заставили сесть. Госдепартамент США считает поставку грузов из России и в Сирию проявлением морально несостоятельной политики в отношении режима Башара Асада. Но при этом представитель ведомства Виктория Нуланд отметила, что действия России не являются нарушением международных норм, поскольку Москва и Пекин ранее заблокировали принятие санкций против Сирии в Совбезе ООН. В итоге США считают поводом, и тут коронная фраза для серьёзного беспокойства, то, что такого рода деятельность продолжается, особенно со стороны члена Совета Безопасности. Пока Вашингтон беспокоится, Дамаск приветствует предложение главы МИД России о необходимости установить прямой канал связи между Сирией и Турцией. Ранее Лавров заявил, что Анкара и Дамаск готовы к этому шагу. Опыт показывает, что когда начинаются трения, наилучший способ установить прямой канал связи. Это цитата из Лаврова. Владимир Унанянца в проблемах мирового масштаба. Самолётный конфликт грозит втянуть сирийско-турецкое противостояние Россию. Задержание в Турции аэробуса А320 компании Sirian Air, летевшего из Москвы в Дамаск, не рядовой инцидент, вызванный случайно попавшими Анкаре недостоверными данными. Уверены аналитики. Это происшествие может оказаться спланированной акцией, направленной на усугубление ситуации на Ближнем Востоке. Обвиняя сирийскую авиакомпанию в перевозке из России военного груза на пассажирском самолёте, Анкара ставит Москву в неудобное положение и, по сути, втягивает в международный конфликт, пишет Вашингтон-Пост. Перехват последовал через неделю после обострения отношений между Сирией и Турцией. В связи с гибелью пяти мирных жителей в результате сирийского миномётного удара по турецкой деревне. МИД России негодует. Анкара игнорирует официальные запросы. Действительно, последние события. На Ближнем Востоке выглядит так, словно кто-то намеренно ссорит Турцию, которая явно не хочет, но, возможно, будет вынуждена воевать Сирией и Россию, чуть ли не единственного влиятельного союзника Башара Асада. В Москве утверждают, что скандал с принудительной посадкой борта из Внуково является элементом информационной войны. В связи с разными спекуляциями по поводу инцидента с сирийским самолётом хотел бы заявить, что секретов у нас никаких нет. Мы ситуацию уточнили. Идёт речь о том, что никаких вооружений, конечно же, на этом самолёте не было и не могло быть. На самолёте находился груз, который легальный российский поставщик направлял легальным способом легальному заказчику. В Турции утверждают, спецслужбы обнаружили боеприпасы, предназначавшиеся Минобороны Сирии. Но аналитики заверяют, если бы на борту сирийского гражданского самолёта действительно находился груз, имеющий прямое военное назначение, турецкая сторона давно бы его продемонстрировала. Если этого не происходит, то налицо информационный фрос, цель которого – подать сигнал Москве, что пора сдать Асада. И косвенным подтверждением этому стала реакция США. После инцидента американский госдеп жёстко раскритиковал политику России, направленную на поддержку Дамаска. Официальный представитель ведомства Виктория Нуланд заявила, что эта политика является морально несостоятельной. «Мы поддерживаем решение правительства Турции осмотреть самолёт. Мы очень озабочены любой попыткой поставок военного оборудования режиму Асада, потому что он использует оружие против своего народа. Любые поставки военного оборудования сирийскому режиму в этот момент очень опасны, и мы ждём ответа турецкой стороны после тщательного изучения изъятого груза». Аналитики гадают, что же на самом деле Россия могла вести в Сирию. Тот факт, что турецкие власти не сообщают, какие именно детали были обнаружены в самолёте, скорее всего означает, что эксперты просто не могут определить, какие именно устройства попали к ним в руки. А буквально накануне появилась информация, что самолёт перевозил продукцию конструкторского бюро приборостроения – одного из предприятий оборонной промышленности России, специализирующегося на производстве продукции двойного назначения, позволяющей обнаруживать и определять координаты движущихся наземных целей. Примечательно, что в 2003 году США уже обвиняли это предприятие в поставках оружия странам, поддерживающим терроризм, и даже ввели в его отношение санкции. Димаш со стороны России не заставил себя долго ждать. Президент страны Владимир Путин отложил визит в Турцию, планировавшийся на 14-15 октября. Официально из-за плотного графика. Но источники в российском руководстве утверждают, в данной ситуации разговор Путина и Эрдогана по Сирии вышел бы жёстким, и российский лидер не получил бы от него позитивного результата. Ситуация в регионе действительно далека от позитива. Накал страстей в сирийско-турецком противостоянии грозит перерасти в прямое столкновение. Анкара продолжает стягивать границы, тяжёлое вооружение и боевые самолёты. А Раджепта и Эрдоган демонстрируют готовность начать боевые действия. Вы должны быть готовы в любой момент вступить в войну, если это будет необходимо. Если вы не готовы к этому, вы не государство. Если вы не готовы к этому, вы не нация. Как говорили наши предки, хочешь мира – готовься к войне. У нас нет намерения развязывать войну, но пусть никто не испытывает наше терпение. Как поведёт себя Россия в случае начала войны между Сирией и Турцией, директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, Москва не пойдёт на серьёзную конфронтацию с Анкарой ради Башара Асада. Но сделает всё, чтобы конфликт не перерос в острую фазу. Скорее всего, Россия будет выдерживать внимательный нейтралитет. Понятно, что военное вмешательство со стороны России исключено. У нас просто нет технической возможности сделать это солидно и со значением, чтобы это имело какие-то последствия. Поэтому, скорее всего, Россия не будет ввязываться в военную авантюру, но будет использовать все дипломатические и политические методы для предотвращения подобной катастрофы. Тем временем, сирийская правительственная армия применяет против мирных жителей кассетные бомбы. Об этом сообщает в организации Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что за последнюю неделю ВВС страны нанесли по меньшей мере 20 авиаударов с применением запрещенного оружия. Об этом свидетельствуют многочисленные видео, выложенные в интернете. После изучения роликов правозащитники пришли к выводу. Армия сирийского президента Башара Асада использует бомбы российского производства. Владимир Унанян специально для недели на пике. И в завершении программы традиционная цитата. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Пришвин. Всего доброго и до встречи. С вами была Диана Касина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин